Здравствуйте! Вы смотрите программу диалоги. Сегодня у нас в гостях писатель Андрей Олих. Андрей прославился на всю страну, став автором трилогии, которую посвятил родной безымянке тяжелому периоду нашей страны. Сегодня мы будем говорить о непростой литературе, восприятии Самары и успехе в писательстве. Мы начинаем! Андрей, добрый день! Добрый день! Давайте начнем с самого начала. Расскажите, каким путь был в литературу? Он связан с вашим образованием или вы начали увлекаться экохоби? Ну, я всегда писал всю свою жизнь, с самого раннего детства. И путь был, в общем-то, просто и короток. Не считая того, что он очень долго писал книги. Потом, когда была готова книга Бетимена Млак, я отправил ее на конкурс, дебют всероссийский. И, собственно, прошел до финала и получил от издательства предложение. То есть, получается так, что это непрофессиональное ваше занятие, вы им увлекались и на территорийном конкурсе одержали победу и дальше пошли последующие книги? Ну, я бы не стал говорить, что это непрофессиональное занятие. Вполне себе профессиональное, я все время этим занимаюсь. Я, конечно, приходится работать и на других работах, но это вполне себе такая профессия. А вот начали говорить о безымянологии. Как появилась эта книга? Потому что, что касается профессионализма, вот несколько слов о самой книге, о содержании, да, потому что, чтобы было понятно нашим зрителям. Ну, «Безымянлак» — это книга о безымянке, собственно, первая книга из трилогии. Это 1941 год, время действия, безымянка, строительство заводов и огромный лагерь, который был здесь. Идея зародилась очень давно у меня. Это было, наверное, лет 15 назад. И когда я впервые, собственно, узнал о лагере, о том, что заводы строились заключенными, об этом мало кто знает вообще. И эта тема показалась мне очень интересной. Я исследовал ее, изучал на протяжении действительно 10 лет. И одновременно, как с этим готовил сюжет, вот мне он возревал в голове. И потом уже получилась книга, собственно, из этого и всего. То есть, получается, у нас в Самаре, там, где безымянка, там, вот, и был, по сути, лагерь? Да, это был самый большой лагерь вообще в стране в 1941 году. Там в период 1941 года было больше 100 тысяч человек заключенных. Это только заключенных. Это не считая воль наемных рабочих, охранников, вохров, НКВДшников, инженеров и так далее. То есть, это была огромнейшая стройка такая, бурлящая, с огромным количеством заключенных и воздвигалась. То есть, в официальной истории это преподносится как трудовой подвиг такой парадный. Но в действительности это не меняет смысл. Это действительно трудовой подвиг, потому что условия были тяжелейшие. 1941 год, это холодная зима известная. Вот. И так вот воздвигались заводы. То есть, это как бы... Но мои книги при этом, они еще и... Это художественная все-таки литература, а не исторические, не документальные. Я основывался на архивных документах, но считаю, что книгу читать должно быть интересным. Поэтому я во все свои книги добавляю сюжет. Ну, понятно, мы сейчас о сюжете тоже поговорим, а вот эти архивные документы, вот все эти данные, все эти факты, да, то, о чем вы говорили, потратили целых 10 лет на изучение. А объясню, почему задаю вопрос. Вот если спросить среднего обывателя, и что касается наших построек, заводу скажут, что да это немецкие венопленные построили. Мало кто об этом знать. Почему это? Неизвестно так. Я так не буду это высокомерен в этом, потому что я точно такой же простой обыватель, точно так же не знал, просто заинтересовался. Сейчас можно... Сейчас архивы открыты, и можно найти всю эту информацию. Есть историки, Сахарщин, Крепенецкий, наши самарские, которые занимались этим, они издали книгу, архивный документ, она мне очень помогла, собственно. Это просто архивный документ, это не исторический труд, как таковой, это скан документов. То есть дело производства лагеря, как производились стройки, какие были, от чего умирали, какие лекарства давали, не давали, как выдавалась форма. И вот из этих много документов, они на той документы. А литература, она нечто большее, она передает атмосферу, сам дух того времени. И вот, основываясь на этом, получился первый роман. То есть вы подняли такой исторический пласт, наверное, благодаря тому, что у вас образование историческое было легче сделать? Ну да, я историк по образованию, но на самом деле тоже гордиться этим особо не стоит. И историк из меня был так себе, как раз интерес вот к этому пришел уже после окончания университета. Я был не лучшим студентом-историком, чего же там. А вот интерес к истории, да, появился так, какая-то тема заинтересовала, вот сейчас у меня другая тема интересует. А безымянка и сама история, я всю жизнь на безымянке прожил, в общем-то, я и сейчас там живу. И это чудесное, на самом деле, чувство, когда ты узнаешь о своем районе. То есть я хожу там каждый день в протяжении всей своей жизни, а когда вот узнаю об истории, больше узнаешь, появляется как новое измерение такое в знакомых местах. Чувство такое любопытное, особенно вот когда погружаешься в написание романа, это было прям вот, когда ходишь по улицам и видишь все иначе. Андрей, ну ваше погружение в тот исторический плац затрагивает довольно-таки тяжелый период нашей страны. Мы сказали об этом в начале программы, что действительно, ну, было тяжело. Как вы думаете, вот та книга, которая получилась, она не очень мрачная в твоем постарании? Ну, а сколько это трилогия, у меня там продолжение «Улица свободы», это, в процессе я понял, что это требует именно раскрытия темы, что «Безымянка» достойна большего трилогии. То есть это продолжение уже пошло? И «Улица свободы» — это продолжение, это все, они связаны между собой, у каждого романа свой сюжет, но все они связаны общей идеей, собственно, «Безымянка», разумеется, и героями некоторыми. Их можно читать по отдельности, но все вместе они лучше будут смотреться. Такой был мой замысел. «Улица свободы» про 70-е годы, это фураги. И вот «Обмены продажи» последней книги — это про 90-е, то есть «Бандиты». То есть, как видите, темы все не самые такие и веселые. Ну, во-первых, парадную историю и так описывают в достаточном количестве, на мой взгляд. То есть этого хватает про продовые подвиги, про славное заводское прошлое. А вот именно такая история повседневная, история моей книги, не о большой истории, а именно о жизни людей, которые были на «Безымянке». А, собственно, на мой взгляд, это и есть самое интересное, что может быть в литературе. Это истории, которые происходят и могли произойти с каждым из нас. И вот такая непарадная, это непарадная часть истории. Я бы не сказал, что она… Да, некоторые книги, есть в них мрачность. Ну, «Безымянлак» тут, понятное дело, тут не обойтись. О лагере весело не напишешь. Да. Ну, вот смотрите, получается, и так три книги. «Безымянлак» 2016, «Улица Свобода» 2017 и «Обмен продажи» 2018 год. В год по одной книге. Ну, да, это я приходится, и на встречке я все время оправдываюсь за это. На самом деле я писал их «Безымянлак», я их готовил там десятилетиями, то есть одновременно с этим и готовил следующие, продумывал. Для меня самое интересное, это вот сам сюжет, продумывать его. И получилось так, что вот с издательством пошло дело, и год за год. На самом деле я их не по году писал, гораздо дольше. Выходит, как будто я их, как пирожки, так штамповал, раз за год книгу, в таком хорошем темпе. Но на самом деле нет, они писались гораздо дольше, придумывались вообще, ну, то есть вот на протяжении всего 15 дней. Андрей, не знаете, какой вопрос возникает? Вот если что касается первой книги «Безымянлак», то это уже такая история фактически давняя, сороковые года, мало кто остался свидетель. Но что касается второй книги «Улица Свободы» и последующей «Обмен на продажи», фактически живые свидетели еще присутствуют. Читали ли они ваши книги? Какой был отзыв? Потому что те же самые фураги, старшие поколения наверняка помнят районы, фураги, кто между собой. Я уж не говорю про 90-е. Вот отклики какие? Почему интересно читать? Почему? Что там? Можно узнать что-то свое? Во-первых, я при написании, собственно, в «Безымянлаке» я использовал воспоминания, которые находил. То есть они есть, их тяжело найти, но они есть. А для «Улица Свободы» и для «Обмена на продажи» я очень много общался и с фурагами, и с теми, кто в 90-х. У каждого из 90-х тоже есть свои истории. Есть свои истории, да. В каждой семье найдется смешная, страшная или какая-нибудь еще история про бандитов. И я разговаривал с людьми, с таксистами, с кем приходилось разговаривать. Естественно, с родственниками, знакомыми и так далее. То есть, как бы, все истории тоже основаны на реальных событиях, грубо говоря. И отзывы, я даже в послесловии оговорился, потому что в процессе уже написания вот этих разговоров понял, что на самом деле у каждого свое прошлое, особенно недавнее, у каждого свой взгляд на прошлое. И монополизировать его, и говорить, что вот так оно на самом деле и было, это, ну, по крайней мере, бестактно. Вот так скажем, и... И поэтому, как бы, моя версия истории безымянки, она не претендует на какую-то... Это художественная интерпретация, то есть она не претендует на истину в последней инстанции. Я очень трепетно отношусь к фактам историческим, то есть это да. Но при этом я слышал множество отзывов от «так оно на самом деле и было», попадание стопроцентное, и наоборот, нет, это все неправда, это все надумано, такого не было никогда. То есть, на самом деле, и я не спорю никогда по этому поводу, говорю, да, пожалуйста, ну, то есть это ваше прошлое, вы его видели иначе. Сейчас небольшая реклама, после чего мы вернемся и продолжим наше общение. Вы смотрите программу «Диалоги», я напоминаю, что сегодня у нас в гостях писатель Андрей Олых, мы говорим о трилогии, которую он посетил родной безымянки, и это вообще не продолжается прямо сейчас. Андрей, вот получается так, что, по сути, ты проследил историю безымянки, начиная от 40-х годов до нашего времени. Да. Не исчерпал ли ты себя вот именно в этом творчестве, такое количество времени, огромные ресурсы были потрачены, сам говорил, десятилетия, такая трилогия. Что на этом безымянка закончилась, что потом? Ну, безымянка себя, естественно, исчерпал. Безымянка, я думаю, себя не исчерпал, у Безымянки миллион историй. А вот я про безымянку, наверное, закончу на трилогии писать, больше мне сказать нечего. Ну и да, я пошел дальше, вернее, вернулся в историю. Следующий роман я сейчас над ним работаю, он тоже большой получается, и по объему большой. Это про Волжскую Булгарию, Средневековье. Опять же, про наши родные места, про Волгу, но Средневековые. И здесь как раз вот, мне интереснее всего, мне как раз и в «Безымянлаге», в последующих книгах не так это было, потому что прошлое недавнее, а вот «Безымянлаг» и моя новая книга, мне как раз самое интересное, это собирать вот эти картинки, о которых никто ничего толком не знает, разрозненные, это такой огромный пазл из тысячи тысячи кусочков. И это такое прекрасное удовольствие, когда вначале я так же, как и любой другой человек, ничего об этом не знаю, я погружаюсь в тему, изучаю ее, смотрю, придумываю, сюжеты складываются, иногда они складываются помимо, это вообще очень приятное чувство, когда кажется, что так оно на самом деле и было. То есть, нет, не я придумал, а вот как-то сложилось так. И это вот чудесный такой, одно из любимых в моем... Андрей, мы сегодня так много говорим о «Безымянке», я понимаю, что вы фактически патриот этого района, а можно вот привести такой аналогии, отличаются жители других районов от «Безымянки»? Ну, я не знаю, только может быть не только в историческом разрезе, но и в современном, тем более и «Безымянка» сама изменилась. Ну, мне, конечно, как жители «Безымянки», кажется, что отличаются, но я доволен, ну, мою книгу читали и в других городах, то есть, люди, которые никогда... То есть, это не узкий сегмент Самарской области, это... Да, люди, которые никогда не видели «Безымянки», вряд ли когда-нибудь на ней будут, но им был, во-первых, интерес, во-вторых, они говорили, что такая «Безымянка» есть примерно в каждом городе. То есть, это рабочие районы, такие... То есть, это некое условие названия, которое, по сути, приемлемо... В общем-то, да. Я, как бы, тоже такой держал это в голове, с такой вот, с этим, и подобного рода, то есть, опять же, это все-таки, в первую очередь, о людях, наверное, а истории, они независимо, «Безымянки» не произошли еще где-то. Тут интересная вещь, вот эта провинциальность, и книги, собственно, о провинции, и о таком небольшом месте, как «Безымянка», в общем-то, не огромной. Но это все в действительности условно очень. Потому что, ну, не знаю, не подумайте, что это из себя сравнено, но Маркес тоже писал там о маленькой Колумбии, или Фолкнер писал о своем американском юге. Это тоже не самые знаменитые места на планете. Ну, то есть, это все довольно условно. То есть, вот эта провинциальность, она в голове, прежде всего, а не в действительности находится. Если мы сейчас затронули тему сравнений, в этой связи есть какие-то ориентиры в большой ретературе? На кого ориентируетесь? Писатели, какие-то произведения, может, вдохновляетесь? Или может сказать, да, есть стиль у меня, как Льва Николаевича, похожие, большие, три тома, или там, как у Чехова. Ну, я всю свою жизнь читаю и продолжаю делать в огромных количествах, просто промышленных, можно сказать. Так у меня привычка. Это художественная литература? Да, я почитаю огромное количество художественной литературы. У меня, даже не могу сказать, перечислять, это час-двух не хватит. Я могу вечно разговаривать о том, что я читаю, о том, что люблю. Ну, то есть, писатель, то у тебя свой путь, я правильно понимаю? У каждого писателя должен свой путь. То есть, начинают все с подражания, так или иначе. А, ну, потом вырабатываешь свой язык, чем больше пишешь, тем лучше становится. Из последних, вот, не знаю, Кормук Маккарти, мне очень понравился, американский писатель его все сватывает в Нобелевскую премию, должны дать. Вот, я бы не сказал, что это ориентир, но вот, когда читал, нашел какие-то вот нечто похожее. Послушай, вот мы говорим о литературе, и может сложить впечатление, только что те, кто только что к нам присоединился, что ты действительно профессиональный писатель, и целиком все время посвящаешь своим книгам. Чем ты занимаешься, по-моему, писательство? Это основное стало занятие для тебя сейчас? Можно этим заработать деньги? Заработать деньги этим невероятно тяжело, но я могу сказать, что в действительности это мое основное занятие. И это зарабатывание денег, это не основное занятие. Это просто зарабатывание денег для того, чтобы существовать, есть. А писательство это основное занятие, на самом деле. Пусть оно не приносит основу дохода, но занятие основное. Все мое время занято продуманием сюжетов, все мое свободное время занято написанием, редактированием, переписыванием и так далее. Но ведь написание, редактирование – это пол-дела. А немаловажный момент – это продакшн. Что потом? Как ее издать? Как сделать так, чтобы книга дошла до читателей? Это тяжелый вопрос, на самом деле. И ответить на него невероятно сложно, как это все сделалось. Потому что, во-первых, в нашем... Ты сам все делаешь? Нет. Нет. В нашем мире разделение труда и маркетинг стал вообще, собственно, это... Действительно, все очень сложно. Как преподнести себя, как сделать так, чтобы твоя книга почему-то выстрелила. Во-первых, в этом есть, кроме всего прочего, огромный фактор удачи. Ну, то есть, по большому счету, мне повезло. То есть, мне повезло попасть в премию, меня заметили, то есть, оценили, издательство предложило. На самом деле, сложилось, когда рассказываешь, что в общем, все просто для меня. То есть, ну, действительно, я не прилагал каких-то сверхусилий, как вот там рассказывают, там, тысячи отказов в издательствах или что-то подобное. Нет. Мне досталось одно письмо на премию, и, пожалуйста, вот пошло. Но это большая удача, то есть, так сложилось. Когда я разговаривал с главой жюри премии, Геласимовым Андреем, он говорил, хотите, вы спрашиваете меня, как издать книгу, для начала напишите хорошую книгу. Ну, наверное, это все-таки основное. То есть, писатель все равно, прежде всего, должен думать не о том, как он продастся, или о том, для кого он пишет. Это звучит воскопарно, пускай, но в этом есть смысл. То есть, сначала надо думать о том, что ты сделать можешь. То есть, о своем непосредственном. А дальше? Ну, дальше это будет потом. То есть, там, удача помогает смело. А может писательство быть монетизированным? Я не знаю, там, писать на заказ, вот свой талант, свой дар, посвятить каким-нибудь хлестким статьям, небольшим рассказам, и зарабатывать на этом деньги. Либо все-таки... Ну, у каждого свой путь в литературе. Я, опять же, без всякого снобизма скажу, что литература, как и природа, она должна быть разнообразна. То есть, нельзя же сказать, что клещ хуже жирафа. Есть и то, и другое в природе. И то же самое в литературе должны быть люди, которые пишут, не знаю, только для женщин, например. Или люди, которые пишут только детективы в мягких обложках. Или люди, которые пишут на заказ. Это все разные грани искусства. И все можно сделать хорошо. И книги в мягких обложках могут быть очень интересными. И кому-то они, может быть, там, не знаю, спасут от скуки его. И это тоже немаленькое дело. Книги на заказ, которые кому-то допотребляют, кто-то же и заказал. Это все как бы ждут. Главное здесь, опять же, звучит так. В общем, в этом... Ну, главное дело, то, что тебе нравится. Это простая самая истина. А дальше уж оно пойдет, как пойдет. Делать то, что тебе нравится. Тебе нравилось быть гидом, водить экскурсии по безымянке. О чем это были повествования? Был такой период, давай скажем об этом. Ну, нет. И это были несколько раз я делал это. Я водил друзей своих сначала, поскольку хотел даже им поделиться. То есть, вот я узнал столько интересного про безымянку. И просто, когда мы гуляли, я рассказывал. А потом, ну, предлагали, я не отказывался просто. Не то, что это мое. Я не самый корресноречивый человек на этом свете. Чего уж там гид из меня, наверное, не самый лучший. А вот... Ну, если есть что рассказать, то почему нет? Нет, я, опять же... Я искренне люблю, во-первых, безымянку. Мне действительно нравится по ней гулять. И, может, как-то это передается. То есть, не такой гид, там, вот, посмотреть налево, посмотреть направо. А что-то такой живой рассказ, который любишь. Если нас сейчас смотрят начинающие писатели, которые пишут стол и думают, я хочу, чтобы действительно моя книга издавалась многомиллионным тиражом, что им нужно делать? Надо писать. Прежде всего, писать. Не бояться. На самом деле, очень многие просто боятся. Боятся какого-то осуждения, боятся предъявить свой труд на публику. Это, наверное, самый такой большой страх писательский. Ну, вот, я советую, прежде всего, не бояться ничего. Ну, осудят, так осудят. В 21 веке и с наличием интернета осудят всех. И это... Но никто не узнает. Если вы пишете стол, мир не узнает о вашей великой рукописи, если она будет лежать в вашем столе. Вот. А здесь рукопись лежит на этом столе. Не в столе, а на столе. Это, я так полагаю, одна из последних книг трилогии. Книга обмена-продажи про 90-х. Вот несколько слов о ней, потому что это уже фактически наше время. Ну, да, последняя вышла год назад, по-моему. Да, в сентябре 2017-го она вышла. Это завершающая книга трилогии. Было... Каждая книга, она как-то по-своему изматывает. У каждой книги свой подход. Мне кажется, вот, самая интересная трилогия, это как вот... Сочетаются между собой книги, как перекликаются сюжеты, всякие детали. Это... И третья книга, она завершает, собственно. Это такой вот... Связывает концы, которые были не связаны и так далее. Но, повторюсь, опять же, их можно читать и по отдельности, в любом порядке. Вот я хотел сказать об этом, что произведение может быть самодостаточным. Да, да, они вполне самодостаточны. Просто тот, кто прочитает три, узнает... Ну, больше. Больше картины откроется. А так, да, это вполне самодостаточное произведение. Из произведения у меня три основных персонажа. Я читаю все подряд, но больше всего люблю сюжетную литературу. Я не люблю, когда скучаешь за книгой. Мой идеал, вот как раз я стремился к нему, это чтобы книгу можно было прочитать за один вечер. Чтобы она так увлекла читателя, чтобы он сел и прочитал ее за... Ну, не за вечер, там... Ну, слушайте, это интрига. Шесть, семь, восемь часов потребует, чтобы прочитать книгу. Чтобы она настолько захватила, чтобы ее можно было прочитать. И я искренне радуюсь, когда читательные говорят, что именно так прочитали мою книгу. Сели, и их увлекло, и они прочитали за один вечер. То есть, если я сейчас начну... Я вот хочу, да, присоединиться к этой похвале. Если я сейчас начну, то упрощай последующие эфиры. Увлечет? Ну, надеюсь, увлечет. Я бы очень хотел, чтобы увлекла. Ну что, спасибо большое за то, что сегодня вместе с нами. Говоря о писательстве, действительно, есть огромное количество тех моментов, которые мы сейчас подняли. И они наверняка помогут начинающим писателям, которые смотрят наш эфир. И в завершение нашей программы несколько слов, пожеланий, рекомендаций следующим писателям после нас. Спасибо вам большое за приглашение. И я всем хочу сказать, читайте книги, это интересно. Молодым писателям никогда не отчаиваться. Отчаяния будет. Без него в искусстве никак. Из всего можно черпать вдохновение. Спасибо большое за внимание. Спасибо, успехов в творчестве и ждем выхода последующих книг. С вами была программа «Диалоги». Всего доброго, читайте книги, мы увидимся ровно через неделю. До свидания. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова